Есть такое понятие у насекомых это генерация, период развития от яйца до взрослого насекомого. Теперь же есть такое понятие, как насекомые с полным циклом превращения и неполным циклом превращения. Еще называют превращение метаморфозом. Слово метаморфоз означает как раз изменение, которое происходит. Полный метаморфоз это яйцо, ячинка, куколка и взрослые насекомые. Или имага. Ну и мага, корень английского слова имидж. Мага, имидж, то есть как выглядит взрослая насекомая. У насекомых с неполным циклом превращения отсутствует стадия покоя куколки. То есть у них из яйца выходит личинка, а потом сразу из этой личинки, минуя куколки, сразу образуется взрослая насекомая. Поэтому есть одно сильное отличие между этими двумя группами. У насекомых с полным циклом превращения из яйца выходит гусеница. Личинка, которая совершенно не похожа на взрослые насекомые. Ну представьте, вот гусеница и бабочку. Ну совершенно не похожие внешне два организма. Чтобы превратиться из гусеницы, практически из червяка, в бабочку с крыльями или жука красивейшего, нужна стадия покоя, когда произойдут все эти изменения. А вот у насекомых с неполным циклом превращения, у них отсутствует стадия покоя. Из яйца выходит личинка, которая полностью похожа на взрослые насекомые. То есть у кузнечика, это будет маленький-маленький кузнечик, он будет прыгать так же, как взрослый, только единственное, у него не будет крылья. У таракана тоже. Тараканы, совершенно верно. Из яйца выходит маленькая таракашка, которая полностью похожа на взрослые, только менять. Наверное, и богомолы. И богомолы, совершенно верно. То есть вот целая группа насекомых, которые, если у них личинка отличается от взрослого насекомого, можно сказать 100%, что это будет насекомое с полным мекоморфозом, с полным циклом превращения. Осапи лопея, одна из самых, я бы сказал, красивых. Очень талия изящная, вот как говорят, осиная талия, вот это характерная именно для этого вида. Потому что тело основное, то есть передняя спинка, грудь соединена с брюшком, стебельком толщиной 0,5 миллиметра, наверное, и длиной полсантиметра. Такая изящная талия у этого насекомого. Это одиночная пчела, которая делает гнездо из грязи, из земли. Обитает на побережье Средиземного моря, в теплом климате, где не так много растительности. Поэтому приспособилась в процессе эволюции строить себе дом, а точнее домик для своих личинок из грязи. Поэтому называется грязевая. Вот большое гнездо. Видите, дырки не все закрыты. Потом, в зависимости от разного цвета, это, видимо, одно гнездо и второе гнездо. Вот это более старое, это более молодое. Значит, вот эти окошки – это отверстия, через которые оса загружает корм для своих личинок в виде небольших пауков. Отверстия не закупорены, потому что пауки разные попадаются во время охоты, и она их калибрует. Более мелких кладет вниз, чтобы более мелкая личинка сначала... Сначала маленьких, а потом больших. Поэтому вот идет такая сортировка. Вот видны как раз на срезе, как располагаются колыбельки, в которых развиваются личинки. Но здесь уже видны остатки пупарьев, то есть коконов, в которых уже окукливаются взрослые насекомые. Это, можно сказать, североафриканский вид. Появилась она у нас совсем недавно, потому что раньше я не встречал ее в Башкирии. Я думаю, это как раз результат потепления климата. И вот этот момент я бы назвал еще пульсирующий ареал. В зависимости от изменения условий, улучшения, этот ареал расширяется. В данный момент он дошел до нас. И данный вид встречается у нас пока, у нас, наверное, будет так же тепло, как сейчас. Наступит более прохладный промежуток времени климатический, и я думаю, этот вид у нас уйдет. Точно так же, как богомол. Когда я начинал заниматься профессиональной энтомологией, уже работал в отделе охраны защиты леса, Министерства лесного хозяйства, мы много ездили в экспедиции, тогда можно было очень редко найти богомола на границе с Оренбургской областью. Это Зянчуринский район, Хайбуллинский район. Вот прям буквально потом Кумертау, это у нас Куйургазинский район. Вот там можно было найти данных насекомых. Но вот сейчас они очень широко распространились по Башкирии. Сейчас их можно встретить буквально в предгорье Урала. Это Архангельский район на границе с Белорецким районом. То есть так высоко, то есть в севернее, раньше богомол не добирались. Вот это настоящий или обыкновенный Аполлон, Парнасиус Аполло, которая занесена в Красную книгу многих территорий. Одна из самых крупных бабочек Европы, дневных. Как все дневные бабочки, имеют булавы, видные усы. Так вот, данной бабочке в Башкирии нет опасности уменьшения ее численности. Потому что там, где она живет, в горных районах Башкирии, кормовая база ее не уменьшается. И антропогенного фактора просто его не существует. В горах у нас люди бывают только туристы. Другое дело, вот этот вид Аполлона, Парнасиус Манимазина, черный Аполлон, он у нас встречается буквально под Уфой. 15-20 километров от Уфы данный вид можно встретить. И он более распространен. Он не только в горах живет, на равнинах тоже встречается этот Аполлон. Ради этого черного Аполлона в Германии был создан отдельный заповедник. Ради одной только бабочки. Вообще Аполлоны считаются одни из самых красивых бабочек в мире. А когда ты начинаешь, как любой коллекционер, начинает собирать что-то, сначала он собирает самые распространенные, яркие, красивые виды. А когда он углубляется в изучение какого-то, он начинает искать нюансы, именно тонкие. И начинает искать редкие виды. Ну, дальше продолжим по нашей коллекции. Пчела-плотник. Ну, как все пчелы относятся к перепончатым крылам, очень крупная, потому что многие считают, что вообще, что это шмель. Но на самом деле это пчела. Но почему плотник? Потому что свои гнезда устраивает в брошенных ходах жуков-усачей. Но так как она всегда кружится вокруг бревен, где эти ходы имеют место быть, то ее считают, называют, назвали плотником. Не грозит какая-то опасность этому виду, чтобы быть отловленной или быть уничтоженной. Потому что практически во всех районах Башкирии встречаются. Махаоны. Ну, это бабочки, так называемые, кавалеры. Эти бабочки имеют длинные выросты на задних крыльях. Это у нас махаон, а это у нас подолирий. Карл Линей, основатель бинарной системы названия растений и животных, он назвал их именно папилио-махаона и подолирию. У знаменитого гомеровского врача, который врачевал греков, когда те нападали на Трою, был врач Искулап. Поэтому всех врачей называют Искулапами. У Искулапа было два санитара, два его сына. Одного санитара звали Махаон, второго подолирий. В честь них как раз Линей назвал этих бабочек. Одна из самых крупных, больших ночных бабочек Башкирии – это голубая орденская лента. Ее еще называют осиновой, потому что личинка этой бабочки, гусеницы, кушает листья осины. Довольно редкая, большая и красивая. Но осины у нас в Башкирии хватает, поэтому опасаться за ее исчезновение с территории Башкирии нет смысла. Вообще-то они относятся к совкам, потому что это ночные бабочки, как совы, летают ночью. У них передняя пара крыльев невзрачна, зато задние крылья очень ярко окрашены. Давай поговорим про вот эту бабочку. Тоже ночная бабочка. Это малый ночной павлиний глаз. Или сатурния погония. Это самец. Он более ярко окрашен. Но вообще, чем замечательная эта бабочка? Она поймана в состоянии гусеницы, то есть личинка. Мы с ребятами ее выкормили, и зимой она насылилась. Вот эта сатурния гусеница была собрана в Зянчуринском районе при отряхивании ивы. Эти действительно бабочки редкие, то есть они встречаются только на юге Башкирии. Под Уфой их ловить, наверное, бесполезно. К родственникам этой бабочки можно отнести еще вот эту бабочку, которая называется рыжий ночной павлиний глаз. Вот интересная бабочка. У всех ночных бабочек, у самцов имеют место быть вот такие усы, грибневидные так называемые. Потому что органы обоняния у них, при помощи которых они находят самку, находятся на кончиках усов. И чем больше этих кончиков, тем они лучше обоняют. А самка для этого выделяет специальные вещества, которые называются сексуально-половыми аттрактантами или херомонами. Достаточно одной молекулы на гигантский объем воздуха, и эта бабочка улавливает этот запах и летит за многие километры, для того, чтобы найти себе партнера. Там, наверное, молекулы вот такой вот. Ну, не знаю, но во всяком случае у всех ночных бабочек вот этот способ ориентирования самцов очень сильно развит. А вот эти вот булава, усы и бабочки, они как друг друга находят? При помощи зрения. Дневные бабочки все находят себе партнера при помощи глаз. Вот к ночным бабочкам тоже относится интересная бабочка, которая называется шелкокрыл березовый. Это самец. Самка почти в два раза крупнее. Я в жизни всего один раз самку ловил, но это было так давно, она просто не сохранилась. Тоже обратите внимание, усы у него такие же, как у того вида. Строение точно такое же. Довольно редкий вид, красивый вид. Приклетает ранней весной, когда распускаются листья у березы. Это насекомое называется булаваус пестрый. Обратите внимание, у него действительно усы, как булавки. Насекомые относятся к отряду сетчатокрылых. Активный хищник. Питается мелкими насекомыми, мухами, бабочками, которых ловит в полете. Как подумаешь, что это стрекоза? Ну, вот на стрекозу больше похож вот этот родственник, который называется муравьиный лев. Вот, расскажите про него. Муравьиный лев, очень интересная насекомая. У нас два-то вида точно есть в башкирии. Вот, и все они довольно редкие. Почему, во-первых, называется лев, и почему называется муравьиный. Личинка находит место такое, где очень сыпучий песок или пыль какая-то. В этой сыпучей массе она делает воронку. Воронка является как бы ловушкой. По краю ловушки бежит, например, муравей, часть всего наземное, дневное животное. Оно сталкивает несколько крупинок, которые по крутой стенке скатываются до самого низа. Это является сигналом, что наверху бежит добыча в виде муравья. Оно начинает бросать головой, горстями песок в сторону объекта движущегося. И муравей скатывается вместе с песком в самый низ. Там его хватает с жвалами личинка муравьиного лева. И, как у многих насекомых имеет место, как у члениста многих пауков, паукообразных, наружные пищеварения, они впрыскивают одновременно яд, который является и пищеварительным соком, который переваривает насекомое внутри своей шкурки. И потом этот бульончик высасывает благополучно. А шкурку пустую, легкую выкидывает наружу из своей воронки. Но это не стрекоза? Нет, совершенно. Во-первых, они летают, вы представляете, как наши стрекозы летают? Они же охотники, они летают. Самый динамичный полет у них, у дневных насекомых, это стрекозы. Потому что они питаются активно всеми насекомыми, которые летают в воздухе. Комарами, мухами и бабочками. А этот взрослый насекомый складывает крылья совсем по-другому. Не как наши стрекоза. Он складывает их домиком вдоль своего тела. При этом сидит на травинке и не шевелится практически. И летает, ну вот представьте, как в воде плавает человек, который не умеет плавать. Он барахтается, да? Ну да. Совершенно не ритмично размахивает руками, ногами. Вот примерно так же летает и муравьиный лев. Но поймать его тоже сложно довольно-таки. Потому что он очень пугливый, к нему нельзя близко, быстро подойти. Он улетает довольно быстро. Но не использует полет для активной добычи. Вот очень интересная стрекоза. Она не очень крупная. Но в отличие от стрекоз, который у нас встречается, у нее есть окраска на крыльях. Такие перевязи. Она так и называется. Стрекоза перевязная. Ну данный вид довольно часто встречается, но локально в Башкирии. Вот этот экземпляр я поймал в Бураевском районе. В Чешминском районе я их встречал. Они довольно распространенные. Но не так широко, как, например, там обыкновенные коромысла, которые встречаются всегда и везде. Дыбка степная. Вот про нее расскажите. Про дыбку я хочу рассказать, потому что она встречается локально тоже в Башкирии. Это Сибай, Баймак, Обзелиловский район. Вот это как раз из Сибайзиловского района. Вообще, по размеру, это насекомое, я считаю, самое крупное в Башкирии. Если посмотреть размер, вытянуть лапки и задние ноги, то это будет больше 12-15 сантиметров. Поэтому это самое крупное насекомое. Как кузнечишево. Да, оно относится к прямокрылам, как и к кузнечике. Но, в отличие от кузнечиков и саранчевок, у них задние ноги прыгательного типа. Они прыгают. А этот вид не прыгает. И крыльев у него тоже нет. Вот. И размножается оно интересно. Партеногенетически есть такое понятие. То есть, у этих видов до сих пор не найдены самцы. То есть, самки откладывают неоплодотворенные яйца. И из них развиваются личинки. То есть, в принципе, самке партнер не нужен. Так же, как это у некоторых насекомых. У палочников, например, то же самое. Самки одни живут без самцов. То есть, им не нужно оплодотворение. Бабочка-бражник. Слепой бражник. Так называемый. Довольно редкий вид, потому что довольно часто встречается бражник гласчатый. Отличается от данного вида тем, что глазки на задних крыльях у гласчатого окружность полная. А у этого голубые линии прерываются в виде двух голубых дуг. Ну, и немножко они отличаются внешне. Поэтому этот слепой, так называемый бражник, он более редкий. Шипанок вооруженный. Он величиной меньше сантиметра. Если на него посмотреть, он в миниатюре похож на маленького жука-носорога. Но в отличие от жука-носорога или копра-лунного, которые питаются экскрементами, копрофаги, данные жуки питаются микоризой грибов. Под землей находятся грибницы. Ну, вот они грибницами питаются. Еще раз, коробка – это редкие? Это редкие виды насекомых, которые и входят в современную красную книгу, и те, которые входили в другие красные книги башкирские, ранее изданные, и те, которые, я считаю, по своему мнению, что они действительно редкие. Я вот буквально только написал статью научную о том, что эти насекомые встречаются, и, наверное, я дополню эту коробку. И если кто-то будет мне помогать, мы тоже найдем, наверное, редких насекомых, которые встречаются у нас в Башкирии, но еще до сих пор не обнаружены. Ну, поэтому есть чем заняться. Последние 30 миллионов лет. Ну, хотя бы знать наших соседей по планете, так скажем, потому что большинство людей даже не обращает, ну, для некоторых все бабочки – бабочки, в правильном случае капустницы, вот, если отличает кого-то, если жуки, то носороги, вот, если и остальные майские. Я не буду называть место, потому что, как говорят, красная книга – настольная книга браконьера. Редактор субтитров А.Семкин